Исключить антибиотики из сельского хозяйства – девиз всемирного дня, прав потребителей и заветная цель ответственных хозяйств. Накануне состоялась пресс-конференция специалистов Роспотребнадзора, ветеринарии и защиты прав потребителей. Возможно ли самостоятельно определить безопасность продуктов? В следующем материале. Рыночные прилавки ломятся от продуктов. Овощи всех цветов радуги, мясо и птицы на любой вкус. Главный критерий для покупателя, как правило, внешний вид. Но что содержится внутри аппетитного помидора или говяжьей вырезки, достоверно можно узнать только в лаборатории. И часто химический состав небезопасен. У каждого антибиотика, даже при самых незначительных превышении количества в продукции животного происхождения, могут быть очень серьезные побочные эффекты. На крупных рынках лаборатория должна быть обязательно. И покупатель может принести туда любой товар для проверки. Есть у нас технический регламент на молочную продукцию, на мясную продукцию, на готовые продукты, рыбная продукция. И там все нормы прописаны. И в соответствии с ними, в частности у нас референтным центром является межобластная ветеринарная лаборатория. Она в этой связи аккредитована. Все пробы направляем туда. Результаты вводятся в единую систему. Если выявляется нарушение, то в отношении производителя принимают меры и замают продукцию с продажи. Поэтому для большинства фирмерских хозяйств экологически чистый продукт – вопрос репутации. Любой товар из другого региона тоже проверяется. Это в первую очередь по вопросам безопасности. Потому что, насколько я знаю, за последние годы у нас акцент идет на показатели безопасности, на вопросы фальсификации продукции. И если наш продукт в обороте на рынке находится в другом регионе, скажем, в Красноярске, либо в другом каком-то городе, и этот продукт, он тоже исследуется. И наши коллеги, в принципе, они нам всегда сообщают. Это идет уведомление в течение буквально нескольких часов, если продукт не соответствует нормативным требованиям по показателям безопасности. Для того, чтобы корова или свинья быстрее росла, недобросовестные производители кормят животное антибиотиками. Врачи говорят, если человек постоянно ест такое мясо, то у него снижается иммунитет, пригружается печень и почки и возрастает риск хронических заболеваний. Однако не все так печально. Было проведено порядка 6000 исследований. И вот из этой общей массы 2,5% выявлены остаточные химические компоненты, в том числе антибиотики в молоке, и 5% в продукции пчеловодства. В мясе в прошлом году антибиотиков не выявили. Но чтобы обезопасить себя от вредной продукции, нужно не только обращать внимание на цвет и запах, но и покупать еду там, где за ее качеством особый контроль. Сергей Толмачев, Юрий Мясников, Алия Арзаева, Евгений Агеев. Итоги недели.